Друзья, здравствуйте! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов Будушин.ру, Будублог.ру, Макевара.ру, Корректура.ру, докторшилов.ком А также я присутствую во всех социальных сетях Все эти перечисленные названия есть еще и в соцсетях в виде сообществ и групп Также еще есть во всех социальных сетях группа называется Кухонный философ Можете подписаться, там всегда бывают записи этих эфиров А также и всякие прочие разные вещи Размышления, рассуждения, статьи, видео и так далее Так, вот уже собираемся Всем привет! Всем привет! Друзья, я прям настаиваю, я очень хочу Если у вас возможность есть и вы не так же, как я То есть, если вы не за рулем То, пожалуйста, оставляйте какие-то меточки по поводу того, что вы присутствуете То есть, не знаю, сердечки там А лучше вопросы задавайте, пишите что-то Ну вот, сегодняшняя тема, значит, по поводу разрядов Это на самом деле очень серьезная тема Потому что разряды бывают абсолютно разные Я вот тут обозначил, что это там О разрядах и данных Под разрядами я подразумевал не Q И даже не боевые, может быть, искусства А разряды такие, как Первый, второй, третий, кандидат мастера спорта, мастер спорта и так далее На эту тему я уже много раз говорил В смысле, затрагивал так вот Ну, в общем, косвенно, скоротечно А вот сегодня специально этой теме посвящен эфир целый Я буду этот эфир, наверное, ругаться тоже Почему мне назрела тема записать видео, значит, выйти в эфир вот с этой темой Потому что я сейчас сам готовлюсь в очередной раз сдавать на разряд То есть, не на разряд, а на дан Готовлюсь я на пятый дан сдать, не знаю уж Все зависит от того, приедет ли сюда в Ивановый профессор То есть, учитель мой, потому что я планирую сдавать именно здесь Через месяц Вот Если приедет, то в этот раз Если не приедет, значит, какой-то следующий Ну, я надеюсь, что все получится и все состоится Вот И сейчас я, значит, готовлюсь, да Что значит, сам я готовлюсь? А что же получается, все остальное время не готовился, что ли? Нет, на самом деле готовился, конечно, я вообще всегда готов Я готов хоть сейчас То есть, я как это пионер Как суп Как суп Всегда готов Как я сказал уже, каратэ Статью написать Пока Сразу можно А потребуется Не просто подсвежить что-то, а действительно что-то Ну, вот Звучать более серьезно Ну, вот и сейчас у меня месяц подготовки идет непосредственно к аттестации на пятый данный Потому что есть определенные тонкости, нюансы и так далее А почему? Что я готовлюсь Что я уже готов Я буду пахать Но знаю огромное количество Всяких пятых Заслуженно получил первый, второй Остальные почетные А по ничему Заслуги За выслугу лет За административную работу И все такое проще Вот эти вот, мне кажется, вещи Они очень сильно дискредитируют на самом деле каратэ Вот, если честно взять И если на некоторые вещи глаза можно закрыть таким образом Что, ну, посмотрите, сколько вырастил спортсменов сам тренер И не спортмастер У него там шестой или пятый дан А он вырастил несколько чемпионов 20 человек, которые дошли до уровня третий дан Ну, тут все понятно Это говорит о том, что это действительно мастер Мастер, который понимает, чем он сам занимается И он действительно создал воспроизводимую систему Эту педагогическую И это все понятно Другой вопрос Предположим, человек не вырастил мастеров таких Ну и ладно Зато он сам соответствует уровню То есть он постоянно прогрессирует, растет Создает какие-то фундаментальные труды Пишет книги Занимается серьезно именно популярной деятельностью Проводит семинары, популяризующие Но это не просто бла-бла-бла А он еще может абсолютно все продемонстрировать Предположим, у него пятый дан Но он вполне себе прекрасно демонстрирует все на третий, на четвертый Ну, все понятно Здесь понятно, что это за дан Но он соответствует в действительности, соответствует реальности Вот, но когда Реально вот приезжают люди на семинары Выходят Делают там рейд Ну, ритуал сезадзадзен На шумен поклонились Каким он, поклонились туда, да В сторону И потом, значит Встают и уходят в сторонку То есть ученики там пашут А мастера Мастера Стоят в стороне Точат лясы И ладно бы вот Они действительно были настолько мастера Что им в ламяру там было сделать В хейко-даче там Два чокуцки Но суть в том, что если они их действительно сделают То на них страшно смотреть У них одышка сразу такая и возникает Что это просто капец А когда такие мастера привозят еще эту команду свою На семинар или на соревнования И тут же идут в этот же вечер В кабак Чтобы, ну, пообщаться, да С коллегами И все это делается за пузырем А завтра семинар А послезавтра соревнования Ребят, вот заодно за это Уже все данные можно поснимать сразу Да? Скажете, я путаю здоровые Ну, Томас Ну, жизни С занятиями каратэ Да ничего я не путаю Да вы хоть угробьте свое здоровье Как это хотите Я знаю, читал и видел Массу мастеров Японских джиу-джитсу мастеров Которые курят как паровозы Реально Но они, тем не менее, могут отпахать Да, у них уже там возраст по 50-60 лет Но они могут отпахать любую тренировку По полной программе Так что молодые уже языки Это вывалили, да, на татами А эти пашут и пашут И еще столько же могут А потом они похохалили Пошли в душ И еще покурили А курят одну, там, от одной Сигареты Братья Бога Я не путаю здоровье На том образе В самой жизни Я говорю о воспитании О воспитании молодежи О воспитании спортсменов Те мастера имеют данные Они тренируются для себя Они чихать хотели Они, может, и не сенсей вовсе У них есть эти данные Они их просто подтверждают Своей реальной деятельностью Вот таким вот образом И уж тем более Перед какими-то серьезными вещами Мало кто позволяет себе Хотя, если быть честным То идеализировать Японцев тоже не стоит Знаю и таких Которые Перед соревнованиями Или перед аттестацией Тоже могут Накернить И все Но В таком случае, ребят Будьте добры Показывайте результат Может, ты пьяный мастер Может, ты можешь Это все действительно продемонстрировать Даже будучи В состоянии там Отопьянения Такие тоже есть Вот Вот Поэтому, на самом деле Если вы хотите там Угробить здоровье свое Ну, пожалуйста, гробьте Но только суть в том Что вы должны все равно Показывать Показывать уровень Если вы его не показываете Значит, соответственно Идите в задницу Со своими, сомнеразрядами И когда Начинают это Поучать Вот такие это Функционеры О том, чего там и как Надо делать Я смотрю это со стороны Так и хочется сказать Поучайте лучше ваших Сампоучат Которые В голове находятся Ваши Вот Я вижу Петр Калинин смотрит И вот Петр Кстати Всегда Ну, правда Я его давно не видел Уже миллион лет И видеозаписи не видел с ним Но В молодости моей Когда В Белоруссии Кроме него Я мастеров Вообще никаких Не знал Для меня Всегда примером был Особенно Когда Еще он Ну вот Активно сотрудничал Я не знаю Как это сейчас С вами происходит С Фудаканом Вот Очень нравилось Человек Который делал Все сам Команда Сильная была И делал Все сам Всегда Я больше чем Уверен Что он и сейчас Все умеет делать Потому что Вот это Вот то Что должно быть И точно так же Знаю массу Других Вот сейчас Значит Доходит Ну как Информация Что огромное Количество Тех людей С кем я начинал В свое время Заниматься С Фудаканом Но они были Постарше меня С кем я там Аттестовывался На разряды Лежат Кто с инфарктом Кто с инсультом Кто еще С хер знает чем Ребят На самом деле Если честно сказать Это идет Такая Профанация Идеи Карате Как Системы Которые Вообще Позволяют Человеку Функционировать Идеально До старости То есть Это просто Профанация И дискредитация Когда мы видим Вот таких Псевдо мастеров Которые С инсультами С инфарктами И прочими Это вещами Понимаете Все восхищаемся Мастерами Японскими Которые В 60-70 лет Выглядят Супер-пупер И в 80 Выходят На татами Делают кат Мы говорим Оооо Это потому Что они Занимаются Карате Тогда скажите А чем тогда Наши мастера Карате Занимаются Которые В 50-60 лет Уже по больницам Севаляются И уже Ничего не могут сделать Тогда они То чем занимаются И почему У них такие данные Были Непонятно мне Я вообще считаю Что все вот эти Федерации Которые где-то Федерации Это Ну понимаете Но если он Не справляется Да С тем Чтобы там быть Этим Седьмым данным Нечего ему Нот управлять Организацией Не потому Что он плох Как нот управленец Нет Вовсе не потому А потому Что ему надо Заниматься Чем-нибудь Одним Тогда Если человек Не может Успеть И там И там Нефиг ему Пытаться Успевать И там И там Понимаете Если женщина Работает На работе И при этом Она еще хочет Быть нормальной Домохозяйкой Приготовить Нормально мужу Пожрать Но у нее На все время Не хватает Ей нужно решать То ли она Занимается карьерой То ли домом Но есть и те Которые могут Успеть все Вот такие Могут успевать А если не можешь Значит не справляешься Не умеешь Организовать Ни свой труд Ни деятельность И значит управлять Должны Может быть даже Профессиональные Нанятые Менеджеры Вот Да Главой Организации Должен быть Хан Сэй Там все Президент Он не может Уже Являть собой Лицо Организации А у нас часто Говорят Вот это президент Такой-то там Федерации И показывают Жирную харю Какую-нибудь Которую Ни хрена Не может Сами сделать Вообще И чего тогда Как он может Вообще Являть Лицо И вот Не хочется Вот идти Заниматься В эту федерацию Я конечно понимаю Что родители Все равно Ведут детей Там туда И все Но понимаете Лицо Должно быть Лицо Лицо Организации Должно быть Лицом организации Должно иметь Регалии Полученные Реальные А не какие-то Почетные Или понечетные Вот Кто со мной Это согласен Или кто не согласен Пишите То же самое Про мастеров Спаса Спорта Вот слегка Не то же самое Почему Я Смоги Ценю Полученные Разряды Мастера Спорта Кандидат Мастера Спорта Это всегда Говорит О большом Объеме Проделанной Работы Вот К сожалению Систему Данов Очень сильно Дискредитировали В карате И других Единоборствах Где можно Даны Заслужить Чуть ли даже Не участвуя В поединках То есть Вообще Не выступать Нигде Не соревноваться Даже Даже Не сдавая Скажем так Аттестации Или сдавая По какому-то Формальному Признаку В кулуарах А при закрытых Дверях Можно Получить Даны Не фигня Это на самом деле Если честно Сказать Если уж Сдавать На дан Человек Должен То этот экзамен Должен быть Всегда Открытым И на этот Разряд Вообще Допущены Должны быть Абсолютно Все Любые Желающие Как В зал Суда Чтобы можно Было Оценить Насколько Объективно Не Мы не ставим Под сомнение Конечно Деятельность Тех Кто Принимает Экзамен Но Мы Хотим Оценить Объективно Тех Людей Которые Сдавать Экзамен Будут Вот Это Важно И Поэтому Конечно Всегда Экзамены Должны Быть Открытые Полностью Даже Не Только Для С Членов Федерации Организации Клуба А Для Всех Вообще Так Как это происходит На соревнованиях Когда Выступают По другим Видам Спорта Где Получают Разряды КМС И мастера Спорта Мастера Спорт Международного Класса Зная Критерии Скажем так Оценок За что Получаются Разряды Мы Понимаем Что человек Его получил Заслуженно Нет Бывают Накладки Конечно Когда Засудили Предположим Да Если Дается Предположим Там Разряд За первое и второе место Человек Шел На второе Вернее Шел И в полуфинале Ну Проиграл Потому что Его это Подзасудили Чтоб Финал Вышел Тот Другой Вот это Конечно Тоже Бывает Но Понимаете Все равно Так Объективней Потому что Все Видно Все Показно Все Там Ну Тепиляцию Подать Можно В конце Концов Ну Существуют Какие-то Методы Главное Что Все Это Наглядно Здесь Когда Все Происходит В кулуарах За закрытыми Дверями Я Сколько Беседовал С разными Людьми Все Надеются Проскочить На какую-то Халяву Вот это Сплошь И рядом То есть Надеяться Что Все Получится Потому Что Есть Какие-то Личные Там Отношения Что Будет Скидка Дана На Возраст На Что-то Надо Показать Может Так Оказаться Вот Поэтому Скидка На Эти Вещи Делается Но Скидка На Возраст Скидка На Что-то Еще Вот На Какие-нибудь Объективные Причины На То Что Не Было Времени Подготовиться Должным Образом Что Много Времени Занимала Подготовка К Соревнованиям А вот Это Очень Часто Кстати То Есть Человек Занимается Там Организацией Проведения Семина Или Там Организацией Подготовки К Соревнованиям И В этот же Раз Он хочет Создать На Там Очередной Дан И он Рассчитывает Прямо Реально Рассчитывает На то Что он Как Принимающая Сторона Показавшая Себя В организации Проведения Турнира Чемпионата Семинара Гошаку Заслуживает Того Чтобы получить Очередной Разряд Блин Друзья Мои Это Что Такое Вот За Опутание Пушистого И Мягкого Вот Это Вообще Непонятно Мне Совершенно Тем Не за Это Получают Есть Определенные Строгие Критерии За Что Вот Им И надо Соответствовать А иначе Все это Профанируется Типа Я хороший Парень И поэтому Дайте Мне Очередной Разряд Нет Нельзя Так Кто Считает Что Я Прав Или Кто Считает Что Я Не Прав Обозначайте Своё Присутствие Согласие Или Несогласие Вообще Кстати Когда Это Видео Будет Выложено На Ютубе Возможно Вы Смотрите Там То Будет Интересно Почитать Ваши Комментарии К этому Ну Реально Будет Интересно Посмотреть Что Вы По Этому Поводу Думаете Я Постараюсь Ответить На Вопросы Ваше Мнение Это Важно На Сам Деле Я Понимаю Что Многим Эта Тема Очень Сильно Не Нравится Потому Что А Что Не Нравится Не Нравится Как Правило Всегда Правда Правда Касающаяся Лично Тебя То Все Кто Себя Узнал Они Либо Соскочили С Эфира Сразу Типа Фигня Всё Это А Фигня Это Потому Для них Что Они Это Про Другие мои Я Знаю Что Таких Абсолютно Большинство 99,9% Почему Я И Так Уважаю Спорт Боевой Спорт Потому Что Там Всё Наглядно Всё Реально Всё За Дело И Почему Так Сложно Судить О Боевых Искусствах Когда Человек Прогрессирует По Каким То Совершенно Не Известным С С Критерием И Всё Равно Пытаются Привести К Тунифицированной С системе Разрядов То есть К одним и тем же Разрядам Можно прийти Совершенно Разными Путями Да Это Совершенно Дискредитирует Тунификацию Данной Систем Ну Получение Вот этих Разрядов То есть Получается Что Можно Купить Заслужить Каким-то Непонятным Образом Личным Расположением Выслугой Лет Жалостью Добиться В конце концов Того дела Это Ребята Ерунда Вообще На пустном Масле В общем Короче говоря На этом я Эту тему Завершаю Не хочу Ее Размазывать Долго Вот Обязательно Подписывайтесь На мои Каналы На Сообщество Кухонный Философ В социальных Сетях На Сообщество Боевые Искусства На Макевара Заходите На мои Сайты Будушин Будублог Макевара Корректура Доктор Шил Ком Ребят Присоединились Жалко Что Немножко Поздно Я уже Эфир Завершаю Вот Поэтому Скажу Скажу Что Этот Эфир Выйдет В записи На Ютубе Ну или На Фейсбуке Вы сможете Точно так же Посмотреть Его В записи Все Друзья Всем пока Главное Обязательно Комменты Свои Оставляйте Будем Общаться Дальше Салют